По легенде, командно-штабных учений огонь от лесного пожара вплотную подбирается к детскому лагерю Арго. Поэтому прибывший на место экипаж первым делом проливает территорию вокруг лагеря, чтобы уберечь учреждение от огня. Как говорят пожарные, производят охлаждение участка. Тренировку проводят по самому неблагоприятному сценарию, что огонь уже у стен детского центра. Хотя, как признается Павел Матеров, пожарный с 15-летним стажем, такое развитие событий маловероятно. Но тренировка все равно необходима. Самая элементарная мера – это, прежде всего, эвакуация всех детей с лагеря. А дальше уже просто смотрят, прибывшие подразделения смотрят по ситуации, то есть, насколько поблизко пожар подошел. Если время, например, сделать разрывы, как вы могли видеть на въезде в лагерь, ну или же сразу, сказать, не на тушение стволы подают, а сразу, например, на защиту. Командно-штабные учения проводят при участии всех задействованных служб. Городское управление гражданской защиты, районная администрация, отряд пожарных добровольцев, коммунальные службы и муниципальные предприятия благоустройства. Отрабатывают весь процесс – связь между командами и передачу сообщений о лесном пожаре, заправку пожарных машин водой из бойлеров и гидрантов, тушение огня и профилактическую проливку. В рамках проводимых командно-штабных учений мы как раз отрабатываем вопросы готовности к этому летнему детскому оздоровительному сезону. Проводятся эти учения на данной точке на территории лагеря «Арго». Привлечены силы добровольной пожарной команды. В целях профилактики распространения огня возле детских оздоровительных центров и вдоль дорог делают и специальные минерализованные полосы. По нормативам они должны быть не меньше 1 метра 40 сантиметров. Самарские службы благоустройства сделали полосы с запасом – почти 3 метра. Также на время проведения летних смен в лагерях в районе центров «Арго», «Заря» и «Авангард Самара» будет постоянно дежурить один экипаж добровольной пожарной службы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.